Джимбар же всегда отличался своей исключительностью Наверняка всем запомнилось одно положение Его часто можно встретить, оно сразу ассоциируется с джимбаром В наших научных кругах мы бы назвали это одноручным висом на спине Нивелада Данное положение может показаться молодым Но это не так, оно довольно старое Все-таки я вспомнил Нивеладу Ну че, как вспомнил? Легко? Ну так Ты на другую-то делал? Не Ну, значит надо пробовать, начнем с базы сегодня Ты че ебанутый? Какая база? В школе турника? В какой школе турника? Ты че угораешь? Для всего есть своя база и подводящие упражнения Без этого никак Мы тут с мужиками в науке набросали парочку Офига себе парочку Сейчас я покажу, что они порекомендовали уметь на турнике Для успешной адаптации плеч и рук Вис сзади, верхним и нижним хватом По поводу хвата, это одноручный вис от 15 до 20 секунд Также 10-15 секунд усложненной версии одноручного виса Висы сзади с поддержкой Для спины подъемы и удержания ЭДП от 5 до 7 секунд Для грудных мышц достаточно будет от 3 до 5 отжиманий в переднем упоре Также важно напомнить о подтягиваниях Десяточки вам хватит Теперь сменим ракурс и покажем неочевидные вещи перед началом изучения нивилада Заспинное одноручное отжимание 7-10 раз Важный момент Плечо зафиксировано и ходуном не ходит Отвода нет и не должно быть Заспинное одноручное удержание груза от 5 до 7 секунд Также очень эффективно добавляет частичную работу на сопротивление Например, вам кто-то помогает, тянет руку Или можно использовать резину, пружину Плечо зафиксировано и отвода не происходит Упражнение МОСТИК Классное упражнение для проверки и подготовки вашей спины Для создания поперечного равновесия О котором речь будет чуть позже Упражнение ЛОДОЧКА Советуем его уметь держать хотя бы 10 секунд Наклоны в стороны стоя Рука вдоль тела, другая держится за нее за спинно Хорошее упражнение для продольного равновесия И еще парочка упражнений Если нет палки или нет возможности на ней делать Для спины, стоя наклонившись, подвод груза к спине Для груди это лежа, а джим груза в диагональ Для рук подойдет поднятие груза на бицуху По базе и рекомендуемым требованиям все Естественно перед началом попыток Вам нужно хорошо размяться и усвоить две вещи Первое Невеладу будем учить верхним хватом Так не крутит Там нет отвода плеча И больше контроль хвата Второе В данном состоянии не нужен отвод плеча Длина от подвеса становится меньше И вас меньше будет качать На согнутой руке требуется меньше гибкости спины В обеих плоскостях И больше вероятность, что у вас не заболит локоть Теперь, когда мы максимально подготовлены и знаем, что делать Пора имитировать положение, стоя на земле Держась за трубу или лестницу Ищем точку прижатия, где достигается ваш баланс Если имитация прошла успешно, то пора двигать на палку А то Серега заждался Пробуем Невеладу с акцентом на продольное равновесие Это баланс между телом и вашими ногами На имитации вы нашли точку баланса И сейчас ваша задача Двуручно прижаться именно к этой точке Плечо максимально прижато к боковой части тела И не отводится за спину Вот такого допускать нельзя Чтобы держать руку прижатой и согнутой Вам нужно создавать чувство, ну или ощущение, движение Как будто вы делаете entrado de espaldas И еще один довольно важный момент На заходе делаем перевес тела над ногами Ибо по умолчанию они тяжелее Иначе будет вот такая ошибка Если вы легли на место прижатия То должна произойти балансировка И у вас появится продольное равновесие Также дополнительно регулировать баланс Можно взяв в свободную руку груз Или одеть левроны После развития продольного равновесия Пробуем невеладу с акцентом на поперечное равновесие Это когда за спиной ноги тянутся к плечам Пробуем заходить в невеладу двуручно Уже с продольным равновесием Но свободную руку берем накрест И как можно дальше Для увеличения поперечного прогиба Ноги надо сгибать Движение надо пробовать медленно Основной вес старайтесь держать Только на невеладной руке Свободная еле держится накрест за гриф И осталась еще одна часть Которую также советуем развивать Из виса сзади подъемы в кедовис Со смещением тела к одной из рук Это дополнительно Для развития вашей прижимной силы Ну что, ребят Теперь посмотрим на схему изучения в целом Делаем акцент на продольном равновесии Уделяем внимание поперечному равновесию И также не забываем развивать прижимную силу После отработки всех навыков У вас должна получиться невелада И сейчас несколько советов Благодаря которым вы будете уверенно владеть невеладой Первое, это нужно пробовать невеладу в верхнем хвате Но на прямой руке Если вам будет тяжело заходить на невеладу на прямой руке То можно делать вот это Если научились невеладу в двух состояниях руки То можно смело пробовать менять хват Например, на нижний или обратный Нижний советуем сначала пробовать брать на согнутую руку А затем напрямую Так для вашей безопасности Локтя, конечно Вот Обратный хват можно брать сразу на прямую руку Там будет все в порядке Пробуйте заходить в положение с разной скоростью Можно также крутиться в положении И даже заходить туда с разных заходов Конечно, это сверху классический Снизу, извиса сзади Можно также заходить, например, из иглессии невелады и тому подобных Да, это сложно, но все-таки надо попробовать Джимбар многогранен Также можно делать классную вещь Болтаться в невеладе Или менять место прижатия Ну, например, с поясницы до жопы и наоборот Это вам очень сильно поможет В йо-йо разных опасных Хороший навык на будущее И задел так с первых попыток выполнять йо-йо Ну Так А, еще самый важный момент Нужно невеладу на вторую руку пробовать Ну, тогда все, короче Все, что знали, то сказали А у Фидезин Ну, что купил-то? Ну, ушли Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!